Смотрите, свипы в следующей позиции, когда мы снизу находимся, мы всегда верхнюю ногу вставляем в виде рамки, то есть не даем сопернику прижаться. Если этой ноги здесь не будет, соответственно, он здесь всегда придет и раскатает. Я ставлю колено, правой рукой прихватываю за рукав. Здесь, начиная к нему ближе подходить, я точно так же прихватываю либо за ногу, то есть либо за штаны, либо уже когда в процессе свипа, я уже прихватываю эту ногу. Здесь что начинаю делать? Когда мне нужно, чтобы этот свип сделать, нужно соперника раскачать. Для начала правым коленом чуть отталкиваю, когда я начинаю отталкивать, соответственно, он начинает идти на меня. Когда он идет на меня, я ногу проваливаю к себе и дальше раскрываю колено наружу. С раскрытием колена я уже дальше доворачиваю таз, то есть просто свип через вот такое движение не получится. Моя задача таз довернуть на противоположную сторону, то есть я подал, он возвращает, я отсюда. Я подал, он возвращает, я отсюда, здесь уже прижимаюсь сам. Они уже с черным поясом будут. Еще раз, мы здесь, я ручку прихватываю, здесь ногу прихватил, чуть-чуть подал, он возвращается, я раз, раскрываюсь и переворачиваюсь. Еще раз, здесь свип не за счет движения одной только ноги, то есть отсюда, если вы останетесь здесь, вы не раскроете, вас прижмут. Поэтому, когда вы ногу раскрываете, вы таз дальше доворачиваете на другую сторону. И здесь уже свип с проходом. Окей? Раз, два, три. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ